До этого улицу гидростроителей на самой окраине Красной Поляны укатывали своими машинами только местные жители. Теперь здесь спецтехника, трамбуют грунт под новое асфальтовое покрытие. Об этом жители даже и не мечтали, как в принципе о тротуарах, которых здесь не было и в помине. Теперь это ближайшая перспектива не только этой улицы. Улица Трудовой Славы находится в самом центре посёлка, но и здесь у машины пешеходов была только одна дорога, грунтовая. Елена Капитанос сетует на ямы, говорит, ощутить себя женщиной на все сто, ей, как в принципе и всем представительницам прекрасной половины посёлка Красной Поляны, возможности не было. Очень хочется на каблучках пройтись, очень хочется, и 20 лет без каблуков. Эту чисто женскую мечту строители обещают осуществить ещё до наступления осени. Над её воплощением работает свыше тысячи мужских рук и около 200 единиц спецтехники. Часть улиц посёлка уже почти обрела свой законченный благоустроенный вид. Пример – переулок Ореховый. Что вы тогда вообще, вот эти ямы, вот это всё было. Невозможно было ни проехать, ни пройти. Прыгали через эти ямы. Ну что, а сейчас всё прекрасно у нас. К благоустройству в Поляне подходили комплекс на освещение, заборы, тротуары, асфальт на дорогах. Появились ливнёвки. По словам строителей, они сконструированы так, что позволят в любую погоду посёлку оставаться чистым. К началу зимы изменится и ночной облик Красной Поляны. Созданием проектов так называемых световых картин на главной улице посёлка сейчас занимаются лучшие российские дизайнеры. Монтаж аппаратуры начнётся сразу после завершения всех работ по замене опор электроосвещения. Строителям дан срок. К 1 сентября все 49 улиц Красной Поляны должны быть благоустроены. Из федерального бюджета на эти цели выделена рекордная сумма – почти 20 миллиардов рублей. Задача стоит не только заасфальтировать дорогу и положить плитку на тротуарах, но и создать зелёные зоны. А вот что на них будет – цветник или русская берёза – решать уже будут сами местные жители. Татьяна Нагорская, телекомпания ФКТ.